В 1967 году вокруг еще живущих дубов В конце этой аллеи построен фонтан А с 1977 года, это я уже застал это время, фонтан стал светомузыкальным Повторюсь, сейчас переход от зимы к весне, к лету, все выключено Но фонтан очень красивый Я недавно вел репортаж из Израиля, я там показывал и сравнивал Конечно, те фонтаны, которые я видел в Израиле, великолепны Но они не дотягивают и близко до этого фонтана Конечно, сейчас это ничем не говорит Но будем живы, обязательно снимем все эти достопримечательности В тот период, когда будет лето, когда будет красиво Сейчас специально снимаю, потому что когда распускаются деревья В парке практически невозможно ничего снять Еще один интересный памятник располагается в восточной части парка Шевченко Или, как он раньше назывался, сад Шевченко Памятник футбольному мячу Этот памятник установлен в 2001 году Футбольным клубом «Металист» Большое количество принимали участие многие арендовые харьковчане, любители Вот здесь раньше на скамеечках собиралось много-много болельщиков И не только «Металист» Шахтера, «Динамо Москвы», «Торпеда», «Спартака» и других «Динамо Тбилиси», «Динамо Минска», «Молдова», «Никчибаку» Такие дискуссии жаркие были С развалом страны развалилась Это называлось в народе «Брехаловка» А вот мяч вот здесь поставлен На открытии этого памятника Футбольному мячу Прижал лично, с моей точки зрения, выдающийся Даже не с моей точки зрения, по всем параметрам Футболист советского и украинского футбола Это Блохин Олег Блохин Никто больше количества игр за сборную не сыграл СССР Никто больше в чемпионате СССР не забил голов Даже наполовину того, что он забил Никто больше не забил вообще Количество голов В чемпионате, в сборной, в олимпийской сборной Советского Союза В Харькове любят футбол Но, к сожалению, политика и здесь работает И все это, все дороги ведут, конечно, в Киев Памятник представляет собой постамент Из черного гранита На котором установлен бронзовый футбольный мяч Диаметром полтора метра Вот сейчас уже апрель И мы видим, как природа оживает Еще Не все распустились деревьев Далеко не все А вот такие цветочки Здесь с удовольствием нашли место и цветут Вот И так вот Дравка кругом зеленая Но природа, мы уже знаем, в наших местах Любит иногда пошутить Тепло А потом Абсолютно все уверены люди старшего поколения Что за неделю до православной Пасхи Она будет 1 мая Обычно наступает сильная холода Вот эти деревья Вот эти цветочки Которые сейчас все распустились Вот Цветут Красиво Вот Они пострадают Но зато проживут Раннюю Красивую жизнь Вот так и в жизни Кто-то рождается Ярко живет И быстро умирает Кто-то рождается Ярко живет И долго живет Кто-то рождается Спокойно Проводит всю жизнь И тоже Или долго живет Или недолго У каждого Своё Абсолютно Редактор субтитров А.Семкин Субтитры создавал DimaTorzok